Привет, дорогие подписчики и зрители канала! С вами снова Артур и Джек Шепард, или как нас уже называют Black Jack. Привет! Мы, как вы видите, находимся в совершенно другом месте. У меня справа в углу, как вы видите, если вы смотрите на моем канале и не видите, если смотрите на канале Джека Шепарда, у меня там GPS-навигатор, по нему мы будем ориентироваться. Дело в том, что сервер сбросил все наши настройки, мы оказались на самом берегу, то есть на месте спауна, и поэтому нам пришлось бежать по новой друг другу. Но в результате мы нашли кучу хороших вещей. Я, допустим, нашел фонарик, GPS, новый рюкзак и Коль 911. Такие дела. В общем, а ты что нашел? Кучу жадких нашел. Так, а я нашел тоже... Я нашел три палатки, между прочим. И сейчас я хочу тебе дать... Дать... Что-то я хотел тебе дать. По-моему, заряд с пулями хотел я тебе дать, нет? Да мне по... А, ты, по-моему, да, хотел... Сказали, что можно просто в рюкзак класть и оттуда забирать что-то. Вот я тебя в рюкзак сейчас смотрю. А что-то у меня нету этих патронов. Ну, значит, протерял. Сейчас мы пойдем к Зеленогорску, посмотрим там на Зеленую гору, если сможем нормально добраться. Но с GPS-м, я думаю, это будет попроще. Мы не дойдем до Зеленогорска, я думаю. Ну, да. От Дрожжина же повернем. Около Дрожжина, короче говоря, Зеленая гора. Пойдем к ней посмотрим. Но сейчас нам нужно идти вот в эту сторону. Так, это у нас находится в точке 2899, сам Зеленогорск. Так, подожди, мы сначала Дрожжина найдем. Дрожжина у нас находится в точке 34104, а мы сейчас находимся в точке 47109. Так, что нам примерно... Просто нам надо сейчас прямо идти вдоль дороги. Да, пока что вот так вот идем. И видим как раз на Дрожжина. Я побывал... Я уже просто здесь ходил, только в обратную сторону. Я побывал на военной базе, нашел там вот этот GPS-навигатор. Оружие не нашел, к сожалению. Ну, да ладно. Зато там было прикольно. Надо было это как-нибудь снять. Ну, в принципе, пофигу. Так, тут что-нибудь будем искать? Нет на этом ангаре? Будем рисковать? Нет. У нас слишком много. Я тогда, когда здесь проходил, здесь еще не было нового обновления. И не было зомби. Но я внутри там поползал, там, в принципе, ничего не было. Сейчас, может, конечно, что-нибудь и лежит, но их там штук 20 как минимум. Хотя 314 зомби почему-то сейчас. Только что 700 было, по-моему. Ну, это как бывает. Ты заходишь в пустое место, и вокруг тебя появляется штук 15 зомби. Вот это круто. Так. Это дань реализму, между прочим. Ну, так и да. Ой, мне бы, конечно, вместо фонарика поставить себе в руки Кольт 911. Я сейчас этим, пожалуй, займусь. А то если сейчас что-то начнется какая-то перестрелка, это будет все печально. Так, у меня есть магазин дозвуковые для MP5. Нафиг они мне нужны. А хоть ничего, нож у меня есть. Короче, кучу набрал всяких. Мне, кстати, тоже. Да, у нас теперь куча всяких вещей. Так, ну, М911 я пока брать не буду. Это на крайний случай, потому что у меня в нем 5, по-моему, патронов или 6. Угу. Так, ну и давай в лесок пойдем. Давай. Какие там координаты были? Ну, примерно я понимаю, куда идти. С GPS-ом это все гораздо проще. Потом, кстати говоря, осторожно, мы прям очень близко к деревеньке идем. Как бы нам не нарваться. Я знаю. Там домиков таких нет, куда можно зайти, вроде как я не вижу. Ну, я когда проходил здесь, там был ангар, по-моему, домик. Но, как я говорил, передо мной стоя саранчи какая-то прошла. Зомби все были мертвыми и все ангары и дома были зачищены. Да ладно, нафиг вы. Нам пока ничего не нужно, поэтому зачем нам просто так рисковать головой. Единственное, что нам сейчас может понадобиться, это пушки получше. А так у нас из жатвая медикаментов просто завались, офигенно все у нас. И оборудование крутое, о котором не хотелось бы рисковать. Единственное, нужно осматривать эти города в поисках машины. Машину тут не видать. Но у меня пока некуда ложь ни канистры с бензином, ни колеса. Не, ну по такому случаю можно будет уже как-нибудь извернуться. Главное, что за все время мы так не встретили ни одной машины. Это, блин, какая-то карма. Нам с тобой на машины не везет. Пешком все, на своих двоих приходится. Кто-то находит в первые 10 минут, а кто-то. Да, кто-то с калашом бегает с самого начала. Да, еще подальше надо отойти. Еще подальше будет голое поле. Так, а там у нас что? Самое главное, что я нашел ящик с инструментами. И мы пока не знаем, что с ним делать. Не, ну как, что с ним делать? Вот ты сейчас сможешь покрутить колесико вроде бы. И таким образом сможешь поставить колючую проволоку. На ровной поверхности, естественно. Оружие, револьвер, выпить воду. Ну, то есть... Но я проволоку не брал. Нет, но проволока, по-моему, у тебя даже если нет, я вроде как нахалял эти инструменты, в результате ставил ее. И машину можно ремонтировать, по-моему, с ней. Ну, я не знаю, я ни разу этим не занимался. Ага. Почему вообще бежим по открытому полю? Вон там вышка. Пойдем сходим? Вижу. Вроде у вышки ничего нет. И никого. Я надеюсь. Мы придумали, как не убиваться от багов. То есть, когда обычно поднимаешься по лестнице, есть вероятность того, что свалишься вниз. Если у тебя пистолет в руках. Да. Чтобы как-то еще исключить вероятность, мы не до конца поднимаемся. Мы поднимаемся, чтобы просто можно было увидеть, что там. Короче, все приходит с опыта. Ты полезешь. Я пока осматриваюсь. Тут вроде как спокойно. Да, сейчас слази. Слазай. Давай. Посмотрю. Я пока прикрою. У тебя же Лентфилл, да? Да. Я для него еще одного байма нашел пока. По электрозаводскому, по... Рядом с Портом он вообще бегал, где краны были. Зашел в какое-то здание трехэтажное. Всего там понасобирал. И потом за мной чуть зомби не увязался. Там, короче, нифига нет. Что там есть, что нет? Нифига. Ну, пошли тогда. Так, мы сейчас находимся, кстати говоря, рядом с Дрожжино, по-моему. Дрожжино находится в квадрате 34-104. Мы находимся в квадрате 43-104. Короче, нам как-то вот так вот прямо нужно идти. И таким макаром мы туда и придем. Ты где? Ты не поверишь. Я тебя чуть не потерял. Не надо теряться. Мы с тобой искались. Мы прежде чем начать эту серию, мы два часа бегали. Пытались друг друга просто встретить. Два часа прошло. Поэтому сегодня не знаю, сколько у нас серий получится записать. Потому что уже просто уманались натурально. Но если мы сейчас прекратим, и в следующий раз опять окажемся там где-нибудь наотмели в начале, то это будет печально. Это будет вообще печально. На военной базе кто-то палит. Как вовремя я с военной базы свалил. Да. Так, давай вот я у кустика посижу, а ты беги. Да, я тоже что-то хотел сказать. Давай я добегу, а ты уже за мной. Так. Ну, тут просматриваться-то далеко. Вроде все спокойно. Давай, пошел. Вроде как все нормально. Так, пожалуй, пора поставить вид от первого лица. Кстати говоря, иногда вот такой баг появляется. То есть у тебя оружие в руках было, переключаешься на вид от первого лица, и ты не можешь ничего с оружием делать. И у тебя ничего нет. Да, и приходится взять... Колесиком крутить. Взять... Так, кстати, перезарядить надо. Фу, у меня 6 патронов. И винчестер теперь. Так, сейчас, короче говоря, мы идем... Вот к этому кустику я добегаю. Как я добегаю, ты сразу трогайся. Окей. Вот спокойно все, да? Там у нас что? Там у нас хрен знает что. Ладно, я к следующему дереву побежал. Вроде никого. Ну, вроде на этом сервере 30 человек играет. Мы выбираем сервера, где поменьше народа, чтобы коннект был более стабильный. Потому что чем больше народа, тем со связью больше проблем. Уже неоднократно проверено. И меньше кислорода. Да. Так, кстати говоря, вот это вот не дрожжино ли там у нас? С левого вдалеке. А, нет. Нет. Ну, сейчас... Дрожжино, но, короче, мы здесь сюда находимся. Беги сюда, беги. Тут вертолет упавший. Давай. Давай быстрее, друг. Ну, я бегу, но... Давай, друг. Чем мы с ним будем делать? Вертолет упавший, место спауна крутых оружий. О-о-о. Бегу тогда. Давай, знаешь, так. Так, я буду в кустах сидеть. А ты пойдешь проверишь. У вертолета бывают зомби, обычные, военные. Так, ты добежал? Давай. Да-да-да. Очень не хочется, чтобы кто-то сбоку сейчас прибежал, убил тебя или меня. Да. Так. Я даже поближе подбегу пустику. Блин, ну это круто. Это круто. Это вообще офигенно. Пошли вертолет. Первый раз вижу. Честно говоря, мне самому интересно, что там. Вот так. Кому не интересно-то? Так. А как интересно с него что-нибудь брать? Сейф. Разбившийся вертолет. Зачем нам сейф сесть в разбившийся вертолет? Ты в нем сидишь. Я не просто сижу. Хочешь погреметь? За пулеметом ты сидишь. Твою налево. Я знаешь, как испугался. Я надеюсь, не все зомби в округе это услышали. Я не мог удержаться просто. Так. Ну. Я не вижу здесь каких-то вещей. Никакого тут спауна оружия, по крайней мере, мне не заметили. Блин, Господь с тобой я чуть штаны не наложил. Какого хрена-то, а? Я сам когда стрельнул, меня это напугало. Я как обезьяна с гранатой. Так, блин, ну... Я же дрогнул, блин. Ну, здесь нет ничего. Ничего вокруг него нет. Крутая тема. Ё-то моё, блин. Вот тут гатлинг у него лежит. Можешь взять, носить с собой. Ага. О, тут что-то можно было открыть. Блин, ну ты псих, конечно. Да ничего тут нельзя было открыть. Я на хвост навелся, было написано открыть чё-то. А, или может твой рюкзак, когда ты прибегал. Да, мой, скорее всего. Тут, короче, нет ничего. Ну да. Блин, хреново. Но круто, что мы его нашли. Блин, это прикольно. Так, посадите психа за пулемёт. Прикольно. А ведь кто-то будет убивать. Всё, валим отсюда. Успокойся. Офигенно. Блин, жалко, что мы пушки не нашли. Ну ладно. Так, вроде никто не бежит, да? Блин, душу отвёл. Офигенно. Так, у нас, блин, где-то вот там дрожжина, вот куда-то туда нужно идти. То есть, блин, я опять забываю. Она находится 34. Видишь спуск в горы? Да, мы, короче, вот так вот прямо идём. И там будет наша дрожжина. Да, вот сейчас в низине на этом спуске будет дрожжина. Нам сама дрожжина нужно. Нам нужно потом по дороге направо просто подняться и потом ближе к горке чуть налево взять и там мы уже увидим вышку. Вообще, эта зелёная гора, там нифига нету. То есть, мы туда идём чисто, чтобы вам показать, чтобы зрелищный момент был. Там будут зоны. Ими вам пройти. Нет, мы постараемся зайти. Там внутри, по слухам, ходят уже легенды, как и в любой игре появляются быстрые легенды. Что там лежит рация, собственно, которую можно найти и которая будет передавать сигнал в кучу сожжённых тел. У тебя тоже красный значок. Да. Ну это ладно, это пофигу. Плохо. Так, мы к дрожжину подошли. Да. Теперь перебежим на ту сторону. Или отсюда как-то будем ходить. Нам не туда надо. Не туда. Нам надо справа его обойти. Мы пойдём. Вот туда. Я пока что ещё не определён. И там мы выйдем на дорогу. Помню, как тут один делал. Блин, вот сейчас пока мы бегали, это офигеть. Одному бегать гораздо сложнее и гораздо страшнее. Да. И что-то мы уже подумали так и не думаем, что будем кого-то ещё брать в команду. Единственное, когда уже будем вертолёты собирать, мы очень хорошо сыгрались. Нам, в принципе, ещё кто-то это будет уже бабузу. Вдвоём неплохо справляемся. Ну да. И мобильным отрядом получается. Если не слишком много кипиша. Вот. И поддерживаем. По-началу просто ещё как бы... Совсем нубили. Бегали. Да. Нубили ещё. И как бы казалось, что, блин, вдвоём здесь не выжить с таким количеством зомби. Но теперь потихоньку, помаленьку. В принципе, в принципе, по серии в начале недели, которые были, да, понедельник, вторник, среда, ну и субботняя тоже, которые уже сейчас, когда вы смотрите эту серию, вышли, вот там у нас была очень сложная ситуация, у нас почти не было патронов. Мы, блин, должны были умереть там в течение пяти минут. Но в итоге мы выжили и набрали лута неплохо. Да. Так что... Короче, выживаем уже. Нормально вроде получается. Просто можно, конечно. Я понимаю, что там проще будет, если у нас будет человек 5-6 бегать. Но это уже в балаган превратится. Нам такой тот-игрыш прикалывает. Это будет уже фактически пышное место. Ну, просто весь страх и атмосфера из игры уйдёт, по-моему, если будем бегать там даже вчетвером, да, и просто вырубать всех зомби. Ты будешь всё время знать, что если не я тебя прикрою, да, то ещё двое человек. А здесь только друг на друга полагаться. Да. Да-да-да. Ты прав. Посмотри по GPS. Нам вроде бы направо уже надо будет скоро подниматься. Так, мы сейчас в квадрате 33-101. Нам нужно в квадрат... Блин, мне бы знать, где именно находится эта гора. Она, по-моему, тут вот находится, в квадрате 22-101. В общем, смотри. Дрожжина. Прямо дрожжина наверх должна идти дорога. И вот эта дорога идёт-идёт, слева будет гора. Вот это зелёная гора. Вот примерно ориентируйся, куда мы должны идти. Короче, нам сейчас нужно поширать Т-101, резко повернуть и вот так вот убежать. Вот это вот я прямо туда еду вроде как. И бежать придётся достаточно долго. Потому что это вот у нас 33-й квадрат, а оно в 22-ом находится. А мы уже куда-то вышли. Да. Ну, тут ничего хорошего нет. Тут куча зомби. Ну, там, конечно, в домике что-то может быть. Нужно ли нам туда? Ну, там зомби стоит, качается. Так что нафиг их. Я, кстати, мимо заправки прошёл. Зашёл там в два здания, там не было ни карты, ничего подобного. И это плохо. Нет, ну, прямо в помещении никого... А, ой, тихо, 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 ладно, уходим, всё, я передумал. Он прямо рядом тут. Поглубь уже, в лес, уходи. Давай, давай. Я всё время на тебя осматриваюсь, что, мало ли. Короче, обходим, это непонятное место. Насколько я помню, кстати говоря, вот, блин, по-моему, эта зелёная, вернее, эта вышка на зелёной горе гораздо ближе к дрожжи на было. Сейчас приходится так дофига бежать. Ну, и так далеко, да. То есть я выбежал оттуда, из лесочка, и уже в дрожжи на сразу попал. А так, если по карте смотреть, блин, насколько всё-таки круче с картой. Поэтому, ребята, мы и не рискуем, потому что ещё один GPS найти, и это будет просто, блин, ну, очень сложно. Но самое главное, круче с картой именно в том смысле, когда ты сам нашёл GPS на военной базе, когда положил, и теперь её используешь. А вот то, что вы нам кидали ссылки, там, чтобы мы их распечатывали, так смотрели, это не то уже. Да, ну, нафиг нужно. Так, там у нас внизу очередное поселение. Это что такое вообще, не понял? Что у нас находится в квадрате 30-100 где-то? А это у нас уже Зеленогорск. Значит, нам надо направо-наверх идти. Нам скорее надо. Да. Хотя, блин, я не знаю, где именно она находится. То ли она вот этот вот, ну, тебе не видно тут. Подожди. Ну да. Нам нужно в квадрат между 36-ю... Короче, 36-93 нам нужно. Это нам нужно... У меня нету карт. Вот так-то идти. Офигеть. Ну, я говорю наверх. То есть, я так помню, Зеленая гора между Зеленогорском и Дрожжино. Должна находиться где-то, да? Да. Нажлинили там наверху. Угу, на баклопе острова, то есть. Короче, эту гору мы достаточно скоро увидим, и уже все, она будет просто такая огромная, что мы не промахнемся. Охота давно эту гору показать. Очень мне она понравилась. Я у тебя какого цвета? Значит, сколько мы серий уже туда идем. Ты у меня в белой рубашке, в черном жилете, как я. У меня тоже самое. Ох, ну слава богу. В старом соборе кто-то что-то видел. Вот я узнаю это место. Я вот тут вот со снайперки залег как-то. И вот, собственно, где-то вот тут она сейчас будет. Сейчас, короче, к лесу подойдем, мы должны ее увидеть. Блин, я, конечно, что-то... Поэтому GPS... Давай я тут посижу. Зачем? А, в смысле, блин, по тактике. Палевно. Мы с тобой, да, вообще палимся что-то. Около Зеленогорска дофига народа бегает обычно. Так. Да, подходи ко мне. Вертолет нашли, блин. Ну ничего, но не нашли. Да. Вот это вот... Ну, видимо, какие-то не очень везучие. Вот эта лэп, она, по-моему, ведет как раз... К вышке. Или нет? Блин, надо еще посмотреть. Ну, вот тут какая-то, видишь, дорожка. Тропиночка даже. Не знаю. Короче, мы сейчас... Может, она нас куда-то видит. Ой, блин, это ты дышишь. Я думаю, кто так дышит. Так, 33.96 мы сейчас находимся. Оно находится 36.93. То есть, короче, мы правильно идем. Просто ее не видно почему-то. В прошлый раз я... Уже хорошо. Просто я натурально видел... Блин, как без карты тут тяжело, интересно. Мы сейчас ушли же вообще в другую сторону. Как слепые кутята. Ну, да. Вовремя поняли, что нужно повернуть там-то, там-то. Ты же в полный раз бежишь. Да тут нет никого, это же лес. Хотя в лесу был один раз у меня респаун военного. Откуда он там взялся? Порвал меня маленько. А рядом с вышкой, наверное, был? Нет, он вообще в глухом лесу. А дошел просто, да и все. Так, а ты в палатке нет, а ты в камень. Мне сегодня везет на палатке. Я пока шел к Артуру, нашел три палатки. Одну рядом с пожарной станцией, а две других в лесу заныканных. И я там поживился медикаментами. Так что, если у кого-то пропали медикаменты, то вы знаете, что они на доброе дело ушли. На доброе дело. Ну, снайперку я вам там оставил. Опять человек десять в комментариях отпишется, что это их дуло. Да. Ну, я тоже думаю, двое друзей там бегали, поставили палатки рядом. Наверное. И я их нашел. Опять красный значок. Да, и у кого-то там обрыв связи был. Блин, я пить хочу, оказывается. Ну, я тоже, скажем, захочу. Пока идем. Пока уж совсем персонаж не будет матом орать. Что? Дай мне пить. Так, все. Мы находимся в девяносто-то третьем квадрате. И теперь нам нужно двигаться вот сюда вот. В эту сторону. А вон вышка, я ее вижу. Видишь ее? А я нет. Куда я смотрю? О, вот сейчас вижу. Она вообще огромная. Как с такого расстояния. Под ней внизу куча зомби. Ну, не куча, но я ни одного не убивал, когда туда прибирался. Там реально пройти было. Она со всех сторон огорожена колючей проволокой. Там один вход есть через ворота. Ворота закрывать я думаю, что без зомби. Они говорили, где рация лежит? Сказали, в куче сожженных тел. Там есть одна куча сожженных тел. Я ее не обыскивал. Но навряд ли она там лежит. Это, по-моему, просто байка. То же самое, что в Сталкере там говорили. Или что-то там находили. На самом деле этого даже в игре, считай, не было. Просто интересно проверить. Так, аккуратно. Тут сейчас мы... Зомби не так много на сервере, но все же надо быть осторожным. Так, мы подходим, по-моему, как раз со стороны... Нет, не подходим с безопасностью. Офигеть. Офигеть, да? Там военный стоит. Блин, да это просто охренеть какая гигантская вышка. Супер, блин, это круто. Ты видишь, я когда нашел, вообще офигел. Слышишь, что там за забором? Там гниют десятки тел. Вот с этой стороны вход, по-моему. Где-то военный... Вот здесь можно проползти под стенкой. Ну, ты сначала... Он прямо на вышке стоит. На первом уровне. Мне равно никто не стоит. Стоит, стоит. Потом видишь, может. Так, главное, осторожно, здесь зомби есть. Я знаю. Здесь бы найти какой-нибудь разрыв, но я когда проходил, я не видел. Ой, они там, блин, дышат, сволочи. Ну... Ой, сколько у вас там, елки-палки. Так, они выходят. Они выходят, да. Ой, они сюда идут. Что там, хомя что ли лежит? Отходи, подходи. Они прямо к нам идут. За лесом не видно, но они прямо тут. Так, давай с той стороны попробуем отбежать. Да, обойдем их. Блин, у нас же есть ножи. Прорезать проволоку аккуратненько и все. Ты что, ремба что ли? Ну так, блин. И ножи-то не перочинные, блин. Я бы вот тут прорез. По логике. Но не могу. Ну-ка, а если уголь нажать? Навряд ли? Нет. Ну да. Стену пройнул ногой вперед. Вот она самая вонь. Вот здесь вот куча сожженных тел. Блэхар там опять ненавидит зомби. А зомби тебя очень любят. За то время, пока мы играли его ударом. Сколько раз в пять убили? Ну раз в пять, да. Это к вопросу о том, что больше экшена, больше экшена, нафиг ваш экшен. Главное выжить и главное показать интересные места и интересные события. Вот. А за экшенов свой Call of Duty. У нас как раз в предыдущей серии было много экшена. Блин, у меня после предыдущей серии... Блин, вон, вон он. После предыдущей серии я 71 убитый. А у меня, кстати, почему-то все обнулили. У меня было 19-19, а сейчас 14-12. Справа. Если, короче, сейчас начнется атака, ты за мной не беги, я убегу внутрь. И оттуда буду их отстреливать. Мне за тобой сейчас ползти. Вот прям сейчас... Ну что, я ползу. Да, нормально, он в другую сторону ползет. Так что разменетесь. Здесь какая-то перестрелка была страшная. Вон тут все разнесено к ядре, не фене. Так, тихо, там у нас спереди зомби, по-моему. Блин, как ссыкотно-то. Прям слышишь их дыхание. Как ты тут один полз. Еще, наверное, блин, под утро было делать. Так у меня оружия еще не было. И жатвы не было. Ё-моё. Тебе надо медаль давать Герой России. Все, я уже... Я буду первым человеком, который будет выступить за. Это охренеть. Так, ворота открыты. Давай пока что можешь ползти быстро. А тут никого нет. Но не вставай, потому что увидят. У трупов-то ничего нету, да? Я не нашел. Сразу с собой дверь закрывай. Я не думаю, что это поможет, но все-таки на всякий пожарный. И ты говорил, что там наверху один военный. Я его что-то не вижу, но слышу, что тут кто-то на территории внутри есть. Но он чуть правее. Короче, тут куча сожженных тел. Там наверху я ничего не находил. Так что тут туда смысл-то есть. Есть, нет? Похоже на фильмы про всякие, знаешь, биологические атаки. Когда спецназовцы приезжают в город какой-то, где что-то такое произошло. И ходят, осматривают вот так вот трупы. Вон он, я ее вижу наверху, кстати говоря, у него башка торчит. Вот, да. К нему я говорил. Здесь что-то явно не хорошее случилось. Мы сейчас куча трупов идем, да? Приятно пахнут, приятно выглядят. Которые должны обыграться. Ну да, мухи вон летают. Офигеть. Приятного аппетита. Вон он тут, нет? Да. Всем, кто сейчас кушает, попить чаек и покушать. Приятного аппетита. Так, ну блин, я, честно говоря, не вижу тут ничего. Я уже все излазил вроде как. Я тоже. Ну, по крайней мере, показали, чё. По-моему, это место стоило того, чтобы его показать. Эти здания не в одно зайти нельзя. Офигеть. А центральная вышка? Центральную можно. Но там наверху я ничего не находил. Возможно, сейчас. Если мы туда поднимемся, то мы стрельбу поднимем. Ну да, а ты наверх поднимался уже до этого? Да, поднимался. А, ну значит, там ничего нет. Тогда пиши. Нет, ну возможно... Я думаю, что ты вообще в ней не заходил. Поэтому. Ой, ты, блин, знаешь, чё? Сколько там по времени-то? Я думаю, нужно все-таки подняться наверх. 30 минут ровно. Потому что такой вид, я думаю, тем более нас уже заметили. Это ты в панике, да? Да. Зомби как-то странно учитывается. Расстояние. А, стой, там палатка. Где? Подожди, зомби... Чё к нам спускается? За зданием? Не уверен. Да. Иди, проверка. Справа от захода. Палатка стоит. Блин, люди, у меня сегодня палаточный день. Четвертая палатка за день. Это просто... Это круто, я рад. Это, видимо, нам за все те... Тихо. Чё там есть? О, винчестер. Магазин для моей пушки еще один. Химический свет, восемь патронов для дроби. Где ты ее лопал? М-1014. Химический свет красный и фляжка пустая. Мне магазин уже просто не положить. Если я сейчас попью, то положу. А вон я тебя вижу. Так, выпить воду. Так, чё-то он опять, по-моему, переполошился. Я пойду посмотрю, не спускается. По-моему, кто-то бежит там за стенкой к нам. Такие моменты лучше вот в этом коридоре находиться. По-моему, кто-то лежал за стенкой. Я к тебе иду. Ты где? Я внутри башни нахожусь, в коридоре. Там чё было? Были патроны для винчестера, нет? Нет, там просто сам винчестер лежал. Ещё чё было? Были патроны для Ленфилда. Патроны для Ленфилда, один химический фонарь, пустая фляга. Да, и ещё, по-моему, чё-то. Ну, еды там не было, ничего. Так, ты заходишь ко мне? Попил как раз, что хотел. Да. Я поднимусь наверх, грохну этого, покажу зрителям вид, потом скажу тебе, чтоб поднимался. Только у тебя боязнь, по-моему, в лестнице. Ну, короче говоря, ты следи за входом. Ты не хочешь, что ли, туда подниматься? Да это же офигенно, ты чё там, красиво. Ну, красиво, красиво, блин, ради красоты убиться и умереть. Чё-то как-то не хочется. Да никто не убьётся. Не может же быть такого, что я, насколько выше поднимался, всё было хорошо, а вот тут вот один раз поднялся и меня скинет вниз, да? Всё нормально. Ой, не загадывай. Ой, не загадывай. Здесь лежит бензобак. Здесь до хрена чего лежит. О-о-о. Здесь лежат... Смотри, чё там есть. Больвытоляющие. Здесь лежит ремкомплект, набор инструментов. Так я его смогу в сумку себе положить. В сумку у меня битком. И химсвет мы выкинем. Он не в сумку положит его. Он не в сумку, по-моему, его положит. Нет, он его в сумку положил. Да? А, значит, не про тот комплект. Набор инструментов нет. Так, ну вот такой вот, ребята, вид. Я бы показал вам ту сторону, но с той стороны зомби у нас, поэтому я, пожалуй, туда не пойду. Пусть себя тусует. Ладно. Рисковый я парень. Туда наверх нельзя. Спускайся, братья. Всё, 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 иду. Он точно бензобак не нужен? Так куда мы его денем-то сейчас? В принципе, да. Единственное, что бы я сделал, это облил бы эти тела и сжёг их. Ну да, в принципе. Ну блин, нам нужно сейчас выбираться нафиг отсюда. Короче, интересное место. Крутое место. Ну да, потом посмотрим у тебя на канале, какой тут вид. Да не особый вид оказался. Кругом лес. Так, аккуратно. Сейчас, скорее всего, проще будет слева выйти. Наверное. Так, нет, слева я кого-то слышу. Ну а там за стеной кто-то ходил. Точнее, даже бегал. Мне показалось, что он нас увидел. Блин, безопаснее будет, на мой взгляд, пройти. Я что-то слева никого... А, нет, слева уйдёт. Слева ходит. Как пришли, будет безопаснее идти. Там, конечно, зомби ходят, но я не думаю, что он нас заметит. Если заметят, беги обратно в вышку в этом узком коридорчике и перестреляем. Их тут не так много. Но их тут, насколько я понял, четверо. Так, он вроде как, как-то очень вовремя вдаль ушёл. Так, поворачивается, замедляемся. Ты, кстати, поспешай, там за тобой как раз зомби выходят уже из леса. Не нужно... С нами встречаться. Блин, как легко всё с карты GPS. Так влёгкую нашли эту зелёную гору. Блин, ну согласись, офигенно эта башня такая. Да. Тихо, тихо, тихо. Слева от нас кто-то... Кто-то есть. Вон там, вон. Я даже назад не хочу смотреть. Сзади всё нормально. Ты лучше больше того, что у нас слева. Там кто-то из-за деревьев есть. Я хотя бы это... Этого кого-то не слышу, не вижу, так что вообще плевать. Фух. Я вас же тоже не слышу. Ну не зря мы два часа бежали, встречались, чтобы сюда прийти. Да. Я только думаю, нахрена мне ещё один набор инструментов, если у тебя есть такой же. Сессия прервана написано. Сессия прервана. Угу. Как... Так, ну... Супер. Давай тогда... У нас 36 минут отыграно. В принципе, ладно, перезайдём. Но это будет в следующей серии. Короче говоря, отсюда двинемся... Как его? Старый собор, что ли, называется? Да. Там поищем более хорошие пушки, да будем искать машину, да будем искать вертолёт. Короче говоря, надеюсь, вам понравилось, потому что мне, по крайней мере, понравилось очень. Тебе как это вообще, прогулка наша? Это было круто. Такие места вообще. Это было очень круто. Увидимся в следующей серии. С вами были Артур и Джек Шепард. Скажи пока. Всем пока. Да. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok